Против всех вновь смогут голосовать россияне. С 1 января в бюллетене возвращается эта графа. Но пока только на выборах депутатов местного самоуправления. Какие еще инициативы подготовили представители власти в новом году в обзорном материале программы. Графа, который россиян лишили еще в 2006-м, вновь возвращается. Пункт против всех появится в бюллетенях для голосования уже с этого года. Правда, пока только на выборах депутатов представительных органов и должностных лиц местного самоуправления. При этом выборы будут признаны несостоявшимися, если против всех в конкретном округе проголосуют больше избирателей, чем за кандидата, набравшего наибольшее число голосов. Депутаты еще рассматривают возвращение графы против всех на других уровнях выборов. 1 января налог на имущество будут платить по новым правилам. Раньше необходимо было перечислять деньги на жилое или любое другое помещение, которое находится в собственности гражданина. Теперь россияне должны будут оплачивать налог не только за них, но и за дачи, бани, теплицы, сараи, творческие мастерские и даже за недостроенные здания. Еще одно новшество коснется способов расчета налога. Точкой отчета станет кадастровая стоимость помещения, а не инвентаризационная, как было раньше. Первыми платить налоги по новым правилам начнут жители 28 пилотных регионов. Недобросовестным предпринимателям с нового года придется платить больше. С 1 января штрафы за неоформленные трудовые отношения и прочие нарушения трудового кодекса возрастут до 100 тысяч рублей. За нарушение прав работников предпринимателям и должностным лицам придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. Юридическим до 50 тысяч. За уклонение от составления трудового договора штрафы могут доходить до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения до 200 тысяч. Тем временем в Госдуме рассмотрят проект, который предоставляет субъектам право снижать налоговую ставку для предпринимателей до 4%. Речь идет о корректировке патентной системы налогообложения. Сегодня ставка составляет 6%, что, по мнению специалистов, тормозит развитие малого бизнеса. Продолжение следует...